Двигаясь по зодиакальному кругу, планеты все время меняют характер своего влияния на рынок. Что это значит? Дело в том, что каждая планета имеет свою энергетику, которую она излучает на Землю, если так можно выразиться, что выражается в проявлении различного рода процессов, происходящих на Земле. Во время образования различных аспектов между планетами то есть когда они влияют не только на Землю, но и друг на друга, происходит смешивание энергетики этих планет и на Землю поступает излучение уже совершенно новой энергетики, что приводит к различного рода изменениям в процессах, происходящих на Земле. Замечено, что влияние одних и тех же аспектов на те или иные процессы, происходящие на Земле, повторяются. Если взять Форекс, то в такие моменты часто случаются либо резкие смены в направлении движения цены по тому или иному финансовому инструменту, либо увеличиваются объемы и скорость ее движения и т.д. С данным явлением мы уже познакомились в предыдущем уроке, рассмотрев небольшую историю три лунных цикла при образовании аспектов Луна-Марс. Реакция цены на образование мажорных аспектов была очевидна. Но если бы это было все так просто, то каждый из нас мог стать миллионером очень быстро. Так к примеру, нами было замечено, что в дни образования мажорных аспектов между еще одной парой быстрых планет, а именно Луной и Венерой, происходят, как правило, сильно направленные движения цены. Другое дело, что это направление не всегда одинаковое. Собственно говоря, это вы смогли бы заметить, если бы изучили историю образования мажорных аспектов по паре Луна-Марс, которую мы рассматривали на предыдущем уроке, на более длительном интервале времени. Давайте все же вернемся к паре Луна-Венера. Обратите внимание, 17 октября по паре евро-доллар было сильное движение вверх. В этот день был образован тригон Луна-Венера. 31 октября было сильное движение цены вниз. В этот день была образована квадратура между этими планетами. В такие дни можно зарабатывать приличные деньги, зная заранее как минимум направление движения цены. Собственно говоря, вопрос заключается в следующем. Можно ли с достаточно большой точностью определить это самое направление движения цены в такие дни? Не хотелось бы сильно обнадеживать вас, но все же такая возможность и есть. Давайте рассмотрим на конкретном примере, как это можно сделать. Первое, что в таких случаях требуется сделать, так это ознакомиться с натальной картой того объекта, с которым нам предстоит работать. В нашем случае это пара евро-доллар. Что такое натальная карта? Натальная карта – это персональный гороскоп, построенный на момент рождения нового существа на планете Земля. Как правило, это рождение человека. Но это может быть и день образования какой-нибудь компании. Либо, как в интересующем нас случае, на момент образования единой европейской валюты. Официально евро появилось на рынке Forex в январе 1999 года. Первая сделка была проведена 4 января. Но так как нас интересует именно ее появление, а не ее первое действие, возьмем за основу 1 января 1999 года. Как составить натальную карту? Для этого можно воспользоваться любой астрологической программой. Как уже говорилось ранее, есть западная и восточная астрология. Это конечно дело вкуса, какую из них используют. Большинство же членов закрытой группы клуба любителей прогнозов на рынке Forex из города Севастополя пришло к выводу, что индийский вариант составления натальных карт более интересных. Поэтому воспользуемся одной достаточно интересной индийской астрологической программой. К тому же абсолютно бесплатной. Называется такая программа Джаганатха Хора. Найти и скачать ее вы сможете без труда в интернете. Итак, открываем эту программу. Нажимаем на иконку да. В открывшемся окне вводим интересующие нас данные. Это 1 января 1999 года. Время указываем 0 часов, 0 минут, 0 секунд. В поле названия города вводим Франкфурт на майне. Далее нажимаем на кнопку весь мир. Программа сама определит долготу и широту этого города. Она составляет 8 градусов и 41 минуту восточной долготы и 50 градусов 7 минут северной широты. Возможно у кого-то из вас возник вопрос, а почему мы вводим именно этот город? Принято считать, что именно во Франкфурте на майне и была образована единая европейская валюта. Обратите внимание на левую часть окна программы. Там находится квадрат с названием «Натальная карта Арасси». Эта карта нам и нужна. Так как пока у вас нет практики и будет сложно разобраться, что на ней находится и как с этими данными работать, мы перенесли эту карту в более знакомый для вас вид. Перед вами квадрат со всеми 12 знаками Зодиака, начиная с Овны. Каждый знак имеет свою стихию. Одним словом, все с чем вы познакомились в первом уроке. Далее. 1 января 1999 года асцендент находился в Дею. Там же находится и Марс. Меркурий был в Скорпионе. Солнце в Стрельце. Венера в Козероге. Юпитер в Водолее. Сатурн в Овне. И Луна в Близнецах. Далее смотрим, какие планеты находятся в экзальтации или падении. Таких планет всего одна. Это Сатурн. Он находится в падении. Теперь определяем планеты, которые находятся в позитивных домах. То есть в домах первом, пятом и девятом. Это планеты Марс и Венера. Далее определяем негативные планеты. Они будут располагаться в домах 6, 8 и 12. Это планеты Юпитер и Сатурн, Кету и Раху. Теперь определяем дома, планеты в которых будут усиливать действие позитива или негатива для Евы. Это дома 4, 7 и 10. В них находятся Луна, Солнце и Марс. Насчет Раху и Кету. Кто не знает, Раху это северный узел Луны. Кету это южный нисходящий лунный узел. Итак, натальная карта для евро составлена. Теперь мы представляем, какая энергетика была заложена планетами при ее появлении. Эта энергетика, вернее ее отпечаток, будет присутствовать в этой валюте постоянно, до момента, пока ее не захотят упразднить. Собственно говоря, для чего мы все это делали? Только лишь с одной целью. А именно, узнать, какие планеты будут благоприятными для евро, а какие нет. То есть, когда можно ждать рост, а когда падение по цене. А вот теперь рассмотрим дни, когда были образованы аспекты между Луной и Венерой. В эти дни, как мы помним, было достаточно большое движение цены по паре евро-доллар. 17 октября был рост, 31 октября было сильное падение. Для прогноза, направление цены по паре евро-доллар в конкретный день, нам достаточно составить натальную карту для этого дня. И посмотреть, в каких домах находятся позитивные для европланеты, а в каких негативные. В программе Джаганат Хафора введем данные по этим дням. Начнем, к примеру, с 31 октября. Как составлять натальную карту, вы уже знаете. То есть, делаем все те же действия, что производили при составлении натальной карты для самой евро. Единственное, что меняем, так это дату. Вводим 31 октября 2013 года. Программа рассчитала натальную карту на этот день. Опять-таки, для удобства, перенесем планеты к себе в заранее подготовленный зодиакальный квадрат. С левой стороны, для удобства, пометим для себя планеты, которые были определены нами при составлении натальной карты для евро. Далее определяем, какие планеты находятся в экзальтации или падении. В данный день Солнце было в падении, а Сатурн в экзальтации. Отмечаем на карте позитивный и негативный треугольники, а также кардинальный крест, на котором происходит усиление действия планеты. Первую сетку домов накладываем от асцендента. Вторую – от Луны. Делается это специально, чтобы определить, какой из качеств в данный день преобладала у Евы, то есть разум или эмоции. Вы, наверное, слышали о том, что Луна – это планета, которая в первую очередь отвечает именно за эмоции. Чтобы определить, какую из карт брать за основу для составления прогноза, достаточно посчитать количество планет, которые попадают в дома позитивного и негативного треугольников, а также кардинального креста. Таких планет четыре по сетке домов от Луны и семь по сетке, развернутой от асцендента. В данном случае за основу берем натальную карту с домами от асцендента. В этот день на рынке преобладал разум. Смотрим, что у нас получается по такому раскладу. В домах позитивного треугольника нет ни одной планеты. Это первый негативный сигнал для Евы. В домах негативного треугольника находятся Венера и Юпитер. Это говорит о том, что энергетика этих планет слабо влияет на происходящее на Земле, а стало быть, и на рынке. Здесь главное понять, что мы делаем. Если при составлении натальной карты рождения Евро в этом треугольнике находились негативные планеты для Евро, то в данном случае трактовка этого треугольника несколько иная. А именно, это говорит нам о том, что планеты, попавшие в этот треугольник, теряют свойство влияния своей энергетики на Землю. Поэтому 31 октября Венеру и Юпитер можно не брать в расчет. Венера является позитивным знаком для Евро, Юпитер наоборот негативным. В данном случае равенство. Ничего плохого, но и ничего хорошего для Евро. Далее осмотрим, какие планеты попали на кардинальный крест. Это Сатурн, Солнце и Раху, плюс ретроградный Меркурий. Солнце к тому же в падении, а Сатурн в экзальтации. О чем это нам говорит? Сатурн негативная планета для Евро, плюс она в экзальтации, то есть пребывает в самом сильном своем состоянии. Нахождение его в доме кардинального креста еще больше усиливает его действия. Нахождение Раху и Кету в домах кардинального креста еще более усиливает негатив для Евро. Солнце в этом же доме, но оно находится в падении. Это немного ослабевает действие негатива, но не настолько, чтобы предполагать, что в этот день у Евро будет праздник. Делаем выводы. В позитивном треугольнике нет ни одной планеты, плюс усиленный негатив от Сатурна, который в экзальтации. И Раху с Кетой дает нам основание предполагать, что в этот день будет падение Евро. 31 октября было сильное движение вниз. Теперь рассмотрим день 17 октября, когда между Луной и Венерой был образован тригон, то есть расстояние между этими планетами составляло 120 градусов. В программе Жиганат Кафора введем данные по этому дню. Получаем натальную карту. Переносим ее в удобный на данный момент формат. Накладываем две сетки домов по асценденту и по Луне. Определяем, что в данный день преобладало в развитии событий для Евро. Разум или эмоции. По асценденту у нас получилось 7 планет, по Луне – 8. Стало быть, в этот день преобладали эмоции. Берем эту карту за основу. Определяем планеты в домах позитивного треугольника. Это Луна и Венера. Венера – это позитивный знак для Евро, согласно натальной карты и евровалюты. Луна усиливает положительную энергетику Венеры. Это первый положительный сигнал в пользу Евро. Смотрим, какие планеты в этот день не влияли своей энергетикой на Землю. Это негативный Сатурн, который к тому же был в экзальтации, негативная Раху и Меркурий, а также позитивный для Евро Марс. В этом раскладе практически вся негативная энергетика для Евро осталась вне игры. Это второй положительный сигнал для Евро. На кардинальном кресте находится Юпитер и Солнце. Так как у нас есть планеты и в позитивном и в негативном треугольнике, эти две планеты просто усиливают их влияние. В первом случае положительную сторону, во втором еще больше препятствует влиянию энергетики этих планет на Землю. Вывод однозначный. Это достаточно позитивный день для Евро. Это дает нам основания предполагать, что в этот день будет рост Евро. 17 октября было сильное движение вверх. Надеемся, что вы смогли заметить, что это не настолько сложный метод прогнозирования с помощью астрологии. Немного времени и практики, и вам не понадобится делать лишние действия с переносом планет на предложенный нами шаблон. Вы все сможете видеть прямо в программе. Для тех, кого заинтересовал этот метод, в папке дополнительные материалы мы подготовили для вас шаблон, который можно распечатать и переносить на него данные из программы за любой интересующий вас день. В заключении данного урока мы хотели бы заострить ваше внимание на том, что аналогов данному методу прогнозирования просто нет. Данный метод прогнозирования с помощью астрологии был разработан членами закрытой группы клуба любителей прогнозов на рынке Форекс из города Севастополя. Нигде ранее он не был описан, и тем более не был представлен широкой публике в сети интернет. Вы, уважаемый пользователь, купивший данный видеокурс, являетесь одним из первых, кто с ним познакомился. Работа по усовершенствованию данного метода продолжается и по сей день. Уже есть достаточно интересные результаты, но, как говорится, незаконченную картину не показывают людям. Поэтому мы не стали предлагать вам в этом видеокурсе более продвинутые методы прогнозирования, которые можно применять в астрологии с использованием совмещения как западной, так и восточных методик астрологии. Субтитры создавал DimaTorzok